Всем привет! С вами Алиса, как обычно, и Милень. Милеш, не с той стороны. И как обычно у нас происходит трешиняк полный дома. Короче, все началось с того, что я не спала всю ночь. А почему я не спала? Потому что, во-первых, мы с Артемом ищем уже станьтехнику. Короче, очень много нужно всего для ремонта найти в кратчайшие сроки. Я, так знаете, перевозбудилась, все это искала, переживала по срокам, короче, что не могла уснуть. Потом еще полезла искать нам квартиру. Мы с Артемом выбирали. Чуть не дошло, что мы вообще решили ночью переехать уже в Краснодар, потому что там были крутые квартиры. Но нет, мы останемся в Анапе, все ок. А потом я начала смотреть Дораму, и на Дораму меня подсадил Артем, короче. Я всю ночь вообще не ложилась, думаю, 6 утра, смысл уже ложиться, куча дел. А так как я не ложилась, значит, сегодня быть в шоппингу. Потому что, когда я не сплю, у меня, наоборот, супер бодрое, веселое настроение. А когда слишком много сплю, вот знаете, прям в обед встаю, у меня настроение, ну, прям как ов. Милеша, это тайфоша. Знаешь, сколько стоит? Короче, вот этот бешеный ребенок отправляется с нами тоже на шоппинг. Но шоппинг будет серьезный, потому что нужно закупиться на неделю. Холодильник у нас пустой, вот этот холодильник пустой. Поэтому будем закупаться все на неделю по-серьезному. Но если будут спорные товары, Милеша повыбирает. И сейчас покажу, какая у нас погода. Такой трэш, знаете, все сегодня против меня. Не спала. На улице дождина, пасмурно. Но я все равно хочу снять контент. И даже ты, Милене, не помешаешь. А на улице у нас вот что творится просто. Смотрите, здесь обычно столько народу гуляет. Но сейчас ни одного человека, хотя пять минут назад там плавал кто-то на доске. А, вон он, смотрите. Там вот плавает кто-то. Прикольно, да? Мы тут из дома не можем выйти. Типа холодно. Человек вот спортом занимается, да? Короче, там вот бассейн. А, нет, бассейн. В бассейне никто не плавает. Смотрите, какие у нас тут ведончики. Но скоро мы съезжаем с этой квартиры. Поэтому нужно понаслаждаться. Привет! А ты не хочешь поубирать? Соль для ванны притащила. Крокс. Просто какой-то дурдом. Дурдом. Соска. Все тут в Милене. Печенье. Короче, нужно сделать уборку. И собираемся на шопинг. И еще важная, важная информация. Кто не знает, Милеш, да важно, важно. Все слушайте. Короче, я создала новый канал, который называется Лисова. На английском. И там будут только распаковки. И там будут только распаковки, шопинги без Милюши. Милюш, прости, но ты остаешься на канале Алиса Лисова. А на Лисова будет такой вот обзор покупок, шопинги, какие-то распаковки и, возможно, новые рубрики. Поэтому подписывайтесь, ищите новый канал в поисковике или по ссылке в описании. Мы с Милешей пойдем собираться. Ох, ты уже тяжелая. Милеша десяточку весит. Мы пойдем собираться и встретимся с вами, скорее всего, уже в Магните. Мы едем в гипермаркет Магнит закупать продукты на неделю. А Милеша, если будет хорошо себя вести, будет управлять некоторыми спорными покупочками, так сказать. Все, я уже собираться точно. Потому что Артем давно собран. Переготовил петлички, все для съемок. А я тут болтаю. Можно еще 15 минут? Я досматриваю серию. Я сейчас смотрю дораму «Мальчики краши цветов». Это корейская дорама о травле и любви про девочку, которая получила возможность учиться в элитной корейской школе. Все фильмы и сериалы я смотрю на Кинопоиске. Я считаю, что это лучшее приложение для Smart TV, которое превращает ваш телевизор в домашний кинотеатр. Здесь очень удобный интерфейс. Всегда можно найти, что посмотреть по жанру, стране или рейтингу. Во время просмотра не выскакивает орущая реклама. Вы поняли, о чем я. Еще ценно, что некоторые фильмы и сериалы можно посмотреть субтитрами. Если на вашем Smart TV еще нет Кинопоиска, то сейчас я покажу вам, как его скачать. Заходим в магазин приложений и находим Кинопоиск. Устанавливаем его и открываем. Это занимает всего пару минут. У нас есть взрослый профиль и детский для Милены, чтобы в рекомендациях были только детские мультики по возрасту. На Кинопоиске по подписке можно смотреть все новые сериалы, фильмы, мультики и телевидение. Если я не знаю, что посмотреть, то открываю раздел ТОП 250 лучших фильмов и выбираю кино или сериал по жанру или рейтингу. А еще здесь можно смотреть телеканалы. Ладно, ребят, мне нужно досмотреть серию и выезжать, а то Артем уедет без меня. Вы тоже присоединяйтесь, устанавливайте себе Кинопоиск номер один среди домашних кинотеатров по ссылке в описании. Оформляйте подписку и смотрите любимые фильмы и сериалы. Ну что, мы уже в магните, у Милеши сегодня прям шикарное настроение, и она сегодня обязательно поуправляет нашими покупками. И у меня первый такой вот вопросик. Я люблю обычно какао и вот такие, Артем так же. Но пусть Милеша выберет, а она уже берет какао. Ладно, вопрос отпал сам собой, эти придется положить. Вы спросите, почему я не куплю два сразу, две упаковки? Ну блин, сладкого много вредно, если я так буду все набирать, что хочу, потом вообще не влезу ни в какую одежду. Так, что тут еще? Тут, я так понимаю, аукционные товары. Но давайте возьмем рис. Рис круглозерный. Нам нужны еще макарошки. Такие рожки только борила. Милюша их обожает просто. Кетчуп, какие-то шарики. О, вот такие шарики у нас дома после челленджей. Бумага, бумага туалетная, смотрите, с ароматом персика. 115 рублей, надо брать. И знаете, что меня бесит? Почему в последнее время Зева вся не смываемой втулкой? Я ее и брала, потому что там смывается втулка. Просто бумага, которую мы заслужили. А Милюша ухватила круассаны, да, Милеш? К сожалению, это не тебе. Там крем. Что тут еще? Растительное масло, огурцы, сельдь, короче. Но здесь нам больше ничего не нужно. Поэтому пройдемте дальше по отделам уже. Будем искать и выбирать. Пришли мы на отдел, где чай и кофе. Обычно мы покупаем вот такой кофе. Смотрите, это он, по-моему, да, 369. Но я такой тормоз, что в последний раз купила молотый кофе, а не в зернах. Короче, который нам подходит, но я не знаю, как его... Как делать из него кофе в нашей кофемашине. 369 за 250 грамм. Я вот не знаю, брать такой или какой-то другой попробовать. Ну вот большой, выгодней, да, это... А, смотрите, точно. Килограмм, да. А там сколько? Там 250 грамм. Ну, конечно, такой выгодней. Короче, из меня такой математик. Выгоды особо нету, поэтому я не знаю, что лучше брать. Мне кажется, такой он не выдохнется в маленьких упаковках, да? Ну, я считаю, да, раз разницы нету. Короче, берем такой. Я его, по-моему, в пятерке за 250 когда-то прикупила. Вот это был рай. Ну, берем три упаковки или давайте уже... Ну, ладно, три нам хватит почти килограмм. Мы кофе только на завтрак пьем. Да, Милюша? Милюша, Милюш, ты все круассаны никак не отпустишь. Так, кофе, в принципе, выбрали. И, ребят, посоветуете какой-нибудь кофе. Хочу попробовать другой, но я боюсь брать. Возьму он то горелый, то еще какой-то. Вот, по-моему, эгоист, хорошая фирма. Мы его брали, но что-то... Что-то не очень. Хотя тут разные вкусы. О, ну вот этот, понятно, по цене можно подумать. Он хороший. Короче, жду ваши советы в комментариях. Да, Мель? О, любимый отдел Милюша. Милюш, давай, давай. Ладно, это мы с тобой шорс будем снимать, и Милень повыбирает. Но сейчас нам ничего не надо. Тут такие мишки. А, это не Хариба, это веселые мишки какие-то. Помните, мы снимали ролик, и Милеша тут все ухватила. А вот мои любимые чупики пива. О, нет, нет, ладно, ладно. После этого отдела Милеша потом не захочет ходить. Уезжаем. Да, Милеша. У нас сегодня прям реально полноценная закупка продуктов на неделю, поэтому нужно пройтись по всем отделам без всяких вот этих вот фокусов. А то обычную еду, как всегда, не куплю, а всякой гадости наберу. Сейчас я вам покажу сырочки, которые я просто обожаю. Это вот такие чудо. И вишня мне нравится, или вот такой персик. Есть еще, конечно, шоколадное. Шоколадное, кто пробовал, напишите. Они постоянно по акции за 50 рублей. Мне кажется, цена топ. И знаете, джема здесь немного. Они неприторно-сладкие. Только осталось выбрать вкус, потому что много набирать не хочу. Опять же, я их могу съесть просто 5 штук, если их в доме много. Поэтому Милеша выберет персик или вишенка, доча. Какую берем? Вишенку? Спасибо. Ладно, король. Милеш, только не кушай упаковочку. Короче, мы тогда берем вишни. Вот все остались, которые давайте возьмем. В принципе, в принципе, персика здесь больше. Но вишня мне больше нравилась. Поэтому Милеш сегодня просто красоточка. Главное, у нее не забирать эти продукты, потому что будет ужас, ужас. Такой ор поднимет. Так, Милеш, давай мы их сложим. Все, все. И переходим на молочку. Еще мне нужен обезжиренный творог. Есть 5-процентный, 2-х. Так, и 9-ти, да. Коровки из кореновки нету, 0-процентов. Ой, есть, смотрите, такой вот интересный с клубникой. 5 груша ваниль. И вот, кажется, 0. Да, смотрим на дату. 22-й, 0-3. А, не все идут 22-го, 0-3-го. Поэтому берем две упаковки такого. Так, молочку взяли. Ну, из молока я еще взяла вот такой домик в деревне 0-5. Это для каш. Милеш, тебе не нужен этот домик. И мы еще возьмем для кофемашины отдельно молоко. Я вам его уже тысячу раз показывала. Колбасный отдел пропустили, потому что мы там ничего не берем. А если берем, то все как бы пропадает. Огурчики. Наконец-то появились мои огурцы. Вот люди делятся на два типа. Кто любит такие огурцы? И кто любит такие? Я вот такие люблю. Поэтому возьму две упаковки. Такие маленькие, хорошие огурчики. Да, Милюш? И помидоры нам еще нужны. Возможно, фрукты, овощи. Короче, много всего нам нужно. Милеш, а ты этот домик не грызи. О, боже. Так, томаты. Вот, конечно, томаты я такие не очень люблю. Лучше, конечно, на рынке покупать. Или розовая. Но что поделаешь. А эти 209, а чем они отличаются? 179 какие-то оранжевые. Эти 209. Ой, сливовидные нет. Даже не знаю. Давайте возьмем одни такие. Вы что тут делаете с миленем? Короче, взяла сливовидные и обычные. Честно, вот розовые люблю. А может, они тут есть? А вот это не они. А нет, они слишком уже мягкие, нет? Я взяла вот такие эко-культуры. Они хотя бы мягенькие. Поэтому одни мы выложим. Ту-ту-ту-ту. И возьмем две упаковки. Так, огурчики взяли. Огурчики не знаю, сколько стоят. Наверное, так же, как... А, 180, да. И все. Еще нужна морковка, картошка. Фрукты какие-нибудь. Пойдемте искать. А, и кабачки. Так, я взяла кабачки. Еще их не взвесила, правда. Картошку, морковку тоже еще не взяла. И кефир, кстати. Так, хочу взять какие-то грибы. Раньше я брала корнишон и оливки. Но что-то они мне так надоели. Хочу взять что-то интересное. Это у нас маслята. О, маслята, в принципе, прикольная. Они даже по скидочке. Но тут много лука. Посмотрите, как много лука. Как-то они неаппетитно, да, выглядят. Вот, не знаю, что сказать. Вот эти, по-моему, получше. О, вот. Вот эти, по-моему. Милеш, что вам, надоело сидеть? Короче, есть грузди, есть опята. Что Милеша выберет? Она оба выбрала. Милеш, ты, конечно, прости. Мы берем обе. Мы берем обе баночки. Спасибо, что выбрала. Вот твои круассаны. Вот. Хотим купить стейк из красной рыбы. И засолить его сами. Здесь, смотрите, меня удивила цена на филе тунца. 669. Правда, я не умею его готовить. Я люблю сашими из тунца, но сама я его не сделаю. Есть уже готовое. Хотела взять стейк в маринаде. Но мне кажется, что маринуют не совсем свежую рыбу. Но у меня такое мнение. А вот если купить вот этот кусочек, в принципе, он так неплохо смотрится. За 1400 килограмм будет вполне окей. Мы ее на два дня просто в соли засолим. И можно делать бутербродики на завтрак. Еще мой любимый отдел. Боже, у меня слюнки текут. Это всякая сельдь. Ох, копченая рыбка. Ой, вот такую мне Артем покупает. Как пойдет в какой-то магазин за икрой или за чем-то и приносит вот такую рыбку. Я ее прям съедаю за день. Но сегодня брать не будем. Так, короче, купили мы рыбку. А где рыбина? А, вот такая рыбинка, кстати. Что там по цене? 1055 рублей. Мель, тебе не надо рыба. Так, и пришла в этот отдел, чтобы купить вот такие спиральки барилла для Мелеши. Мелеша! Мелеша думает, что нужно взять другие макароны. На, Милюш, вот тебе. Держи. Вот такие. И не просто я пришла за барилла, я хочу купить дошираков. У меня бывает такое, что мне хочется прям гадости какой-то, но ничего нет в доме. Ребята, у нас тут ЧП произошло. Закончилась память, и пока я чистила, Артем выпустил зверя, понимаете? И все, теперь набираем. Ну ладно, Мелеш, ты хочешь хлопья? Давай возьмем. Или нет? Пойдем, доченька, дошик возьмем. Я пойду доширак брать, пока тут беспредел. Пойдем лучше доширак выбирать. А что? Иди сюда. Все, вот такой шопинг. Хорошо, хоть рыбу успели купить, что-то необходимое. Так, гречка, рис у нас есть, доченька. Есть, все. Что ты хочешь это? А что это такое? Магистраль, пшеничная каша. А, пшеные хлопья, Милюш. Тебе такое рано еще? Рано. Смотри, все, блогер в деле, шапоголик. Давай. Милеш. Пойдем брать дошик маме. Пойдем? Пойдем? Помнишь, как ты мне выбрала? Она уходит, просто уходит. Милеш, пойдем. Вся в маму. Пойдем, Мель. Я нашла то, что я хочу. Это креветочный дошрак. Тебе брать? Креветочный или другой вкус? Не, говядина. А, говядина. По-моему, это у нас розовенькая. Короче, берем два дошика. О, чанрам рамен. А, ну это острый будет. Слушайте, напишите, кто пробовал. Это же корейская еда, да. Ну ладно, мы брать не будем. Был бы мисосов, я бы купила. Хотя, в принципе, интересно. Взять? Не знаю. Ладно, дошик проверенный. Что еще тут есть? Этот Милюш не дал мне выбрать дошираки. Вот, все, мы взяли. По две упаковки. Пойдемте уже стейк возьмем, потому что скоро она уже надоест ей. Надоест ей, да? Пакостица. Что за упаковка? Все, короче, на стейки идем, а то скоро наш шопинг накроется медным тазом. А, пришли мы в отдел со стейками. В последнее время мы опять подсели на стейки из мраморной говядины. Их Артем готовит. И берем мы обычно вот такие, по-моему, или такие. Но здесь есть вот такой Мираторг Бленк Ангус Чойс. Интересно, он вкусный? И стоит он тысячу за один кусочек. Не очень? Ну, давай попробуем. Если бы, ну, смотри, он дорогой, возможно, вкусный. Сейчас посмотрим, выберет ли Милеша его. Вот, обычно, вот какой мы такой бы взяли, да? Короче, есть два мяса, один, который мы берем всегда, и такой дорогой, который мы как бы, ну, не пробуем. Милеша выберет. Мель, какой берем? Так, не яйца. Яйца, яйца, боже, желтки. Ты яичник. Какое мясо берем, Мель? Смотри, мясо. Мясо берем, вот это, какое берем? Нет, вот так, Милеш. Милеша. Милеша. Милеш, какое берем мясо? Какое? Ну, ладно, вы видели, вроде все честно были. Вот это за тысячу отложим, а я бы попробовала. Ну, хоть что? Тут кость, да, ладно. Спасибо. Давай, так, это как он назывался? Тендер стейк, да? Давай побольше возьмем. Как выбирать кусочки? Правильно, вот такие нам нужны. Здесь два или один? Два. Норм? Да. Ну, все, я думаю, три штучки нам хватит. Здесь тем более два куска в одной упаковке. Курочку еще надо. Куриное филе. Что, колбаски эти взять? Да, эти варчи бери. Артем любит эти всякие купаты, а я так себе. А, чивап, чичи. Нифига себе. Из охлажденного мяса. Короче, берем. И мне нужно филе. Смотрите, я просто мать года. Ребенок. Сиюм. Большая тележка. Просто все на меня смотрят, наверное, как на сумасшедшую. Милень вырывается. Я его держу, одной рукой укачиваю. Так, где филешки? Это стейк индейки. А где само филе? Что-то я не поняла. Куриное. Кусочки есть какие-то. А, дальше. Все, все, филе дальше. Так, крылышки возьмем еще. Когда-то до 6 апреля. Благояр. А филе? Где, собственно, филе куриное? Ты, ты, можешь взять. Возьмем одну упаковочку. Милеша, супики надо делать. Кабанчик, ты давай садись уже, а? Фух, она уже такая тяжелая. Я просто не могу. Мель, давай. Давай. Так, Шмель, я тебе дам доширак. Смотри, какой цветной. Вкусный и классный. Пришли мы взять напитки. Сейчас я вам покажу лимонад, который мне понравился. Кроме меня он никому больше не понравился, конечно. Милеша, доширак. Да не ешь ты, доширак. Держи его просто. Боже. Нет. На. В прошлый раз вот эти лимонады я покупала, они стоили 85 или 80. Сейчас уже 130. И мне понравился какой-то... О, боже. Мы имели в виду отдать бабушке. Она тут тоже на шопинге, да? Ладно, мы сейчас отдадим Милене и продолжим. Короче, Милене мы отдали к бабушке. Не переживайте, а то я знаю, особенно впечатлительные люди шуточку не поймут. Пока мы отдавали Милешу, я еще заскочила, купила вот в отделе салатов готовую свеклу и морковочку для винегрета, а также квашеную капусточку и рукав для запекания. Короче, хозяюшки они такие. Так, что я вам еще хотела показать? Лимонады. Брала эту фирму, несколько вкусов, но Артему они не очень понравились, да? Они с травами, помнишь, такие? Но был такой вкус, там что-то такое фиолетовое. И мне очень понравилось, но сейчас его нету. Но цена, извините, 130, я Red Bull без сахара лучше куплю на минуточку. Тетю Грушу берем. Вот тетя Груша очень вкусная. Только главное, ее много не брать. Я раньше пила только энергетики без сахара. Артем стал покупать эту тетю Грушу, и я на нее подсела. А там столько сахара. Возьмем три штучки и хватит. Лучше воду возьмем. Так, воду надо какие-то есентуки взять, мои любимые, соленые. А они там. Так, непривычно без Милене, сразу хочется позвать ее, там уже никого нету. Так, есентуки, вот они, вот они, четверочка. Я могу их за раз выпить, потом привет, отеки. Ну, а что поделаешь, зато вкусные. Еще я люблю нарзан. Вот такой нарзанчик и сентуки. Кстати, я так и не купила себе погрызть. Помните, я вам говорила, что когда нет ничего, мне хочется какой-то гадости. Вот дошик взяли. А, чипсы, тут есть чипсы. Вот, надел с чипсами, мы еще туда вернемся. Посмотрите, какая классная вода. Блин, цена, конечно, тоже. А, 142, блин, литр 250 и 120, 375. А, ну в Табрисе там вот это ВОЗ, по-моему, вода дорогая. Я бы взяла, знаете, как некоторые... А где тут дорогая, кстати? Типа Эвиан берешь какую-то в элитной упаковочке, а потом наливаешь обычную воду туда и все. Так, а это... А, ну, кстати, слушайте, 142, что-то я этот, это не так уж и дорого с нынешней. Я и сентуки всякие вон беру. Ладно, ладно, а то напишите, что вода, 140, есть и по тысяче. Хотя, 120, я вообще вот что сказала, 120, 375, а 142 литр 250. Вообще как-то невыгодно получается, да? Что тут есть? Нет Red Bull без сахара. Тонька решила сесть на диету, а здесь все с сахаром. Ну, возьму одну. Есть, кстати, еще адреналин без сахара, но я люблю адреналин обычный. А почему тут нет большого адреналина, кстати? Странно, да? На минуточку. Может, где-то еще есть? Придется брать всего один. Лучше давайте возьмем соки какие-нибудь. Яблочные там, томатные. Без лимонадиков обойдемся. Мы нашли адреналины. Вы не подумайте, мы их не пьем по тысячу банок. Я их, кстати, вообще не каждый день пью. Просто раз уж эта закупка на неделю, хочется, чтобы все дома было. Когда не выспишься особо, Милеша, у нас в последнее время, то в семь просыпается, то в пол седьмого. Как-то странно. Поэтому запасаемся. И соки. Соки. Нужно яблочный сок. О, может, грейпфрутик взять? Только дорогой какой-то, 219. А J7 норм? J7 норм? Нет? Да. О, давай такой грейпфрутик. Мне хочется чего-то горького такого. Не, яблоко сахар. Без добавления сахара. О, и яблочко. Все. Берем вот такие два сока. Яблоко, грейпфрут. Томатный мне что-то не хочется. Если хочешь, возьмем. Нормальные сроки. Да? Все. Короче, три сока взяли. Обычно я томат беру, а этот в этот раз Артем захотел. Ох-ох-ох-ох, зашутила. Шуточки за 300. Так, а что это новый сок? Просок. Просок. А что это за просок? А, ну цена не дешевая, но обычная. О, Рич, вот этот. По-моему, вот это вкусненькое, да? Блин, на этот есть скидка, на этот нет. Я вот этот возьму. Короче, решила попробовать. Лиза когда-то брала. Все потому, что я люблю лимон. 60% сока. Надо брать. В последнее время хочу какие-то новые напитки пробовать. Теперь на снеки. Что, мы мясо купили, овощи купили. Фрукты у нас, яблоки были, поэтому не стали брать. О, сачки какие-то. Слушайте, эти как в американских фильмах, да? Такие типа. А, ну это банан-клубника, прикольно. Ну, вкус приторный. Банан-клубника, я помню, сок такой пробовала. Он прям слишком сладкий, как детское питание какое-то. Так, что, на снеки идем, ребятушки, на снеки. Я выбрала снек. И угадайте, какой. Конечно же, это не сухарики и не чипсы, а это бобла сушеная. Она такая аппетитная. Мне кажется, там еще есть икра, поэтому надо брать. А Артем попросил лейс из печи сейчас тоже. Посмотрим, а где они тут? Короче, вот они. Одной достаточно? Или еще взять сметанку такую? Так, а что тут? Я еще видела новые чипсы какие-то монстры. Это какие-то детские. Милюш бы одобрила. Такие яркие. И прикиньте, я еще забыла купить шампунь, не купила кефир и не купила сметану. Поэтому нам нужно вернуться. Но уже тележка, я вам скажу. Мы брали полезную еду снизу, а вредную сверху. И кто мотает видео, подумает, опять набрали энергетиков и дошираков на неделю. Короче, мы там много всего брали. Кто смотрел видео, все там норм. Так, сметанушку мы купили просто на этом отделе. Всегда много народу и как бы неудобно бывает снимать. Кефир мне нужен какой-то однопроцентный. Я всегда беру разный. Возьмем этот биобаланс. Так, сколько он тут? До 18 апреля. Лайфхак. Вы тоже так делаете? Берете не ближние, а дальние банки. Мне кажется, что там свежее. Но чаще всего так и бывает. До 12 апреля. А это до 18. Ну ладно, ладно, уже не будем. В принципе, все равно мне это на ближайшую неделю. Так, еще нужен сыр. Творожный сыр для бутербродиков с лососем, который мы еще не засолили. Так, смотрите, какой интересный сыр. Пастуха Брау называется сыр Шан. Шан Клиш какой-то. Прикольно. Он вкусненький, напишите. Был бы Милюш, мы бы ей загадали, чтобы она выбрала. Ну а я, короче, беру вот такую брынзу всегда. Мне она нравится для греческого салата. Идеальная такая твердая, нерассыпчатая. Нерассыпчатая, потому что фитакса, она мягкая. Я не люблю такой вот, знаете, слишком мягкий сыр. И нужен творожный сыр для бутербродиков. Он, наверное, дальше. Вот он мой сырок. Блин, мне кажется, он стал дороже. Вроде мы его раньше дешевле брали, но да ладно. А, он есть маленький вот такой, есть большой. Давайте возьмем маленький, потому что часто мы его весь не съедаем. Короче, возьму вот такой сливочный. А он есть еще с зеленью, тоже очень вкусный. Так, этот. О, слушайте, а есть еще и с ветчиной, и еще и с лесными грибами. Но возьмем классический, чтобы не перебивал вкус семки, собственно. И есть еще для роллов. Такой сыр обожаю. И Филадельфию обожаю просто. А, и вот этот. Короче, я эти сырки люблю, но в последнее время я их переела. Поэтому такой берем и уходим. У нас тут в телеге появилась новиночка. Когда я ходила, Артем что-то положил туда. Что это, крылья? Крылья. Копченые? Да. Ну, зачем нам копченые? Идеально. Ладно, короче, все, теперь нужен шампунь. Я хочу сменить свой шампунь, но не знаю, какой купить. Девочки, поэтому посоветуйте, какой шампунь лучше выбрать. И каким вы пользуетесь. Покупала и на Wildberries, и дорогие, и профессиональные. Как-то все равно с волосами все одинаково. Поэтому, честно, тут и с Йосой, и вот эти. О, а вот сухой шампунь по такой цене надо брать. А то пришла в Магнит Косметика, там Батист за 700. А для меня они все одинаковые. Поэтому этот берем. И тут сложный выбор. Короче, очень долго сейчас буду выбирать. Потом покажу вам, что взяла. Потому что, когда такой выбор, я буду часто отходить. В общем, решила я себе выбрать такой шампунь Эльцеф и маска. Мне понравилось, что она с кокосом. Ценное кокосовое масло. Ай, тут так еще курица свисает. Короче, ну вот, сколько мы выбрали. Чек я вам, как обычно, покажу на выходе. Мелешу тоже покажу. Мы ее не отдали, она в машине. И встретимся с вами уже там. А мы на кассу. Короче, сумма нашей покупки 10667. Вот такой огромный чек. И вот такие огромные три пакета. Четыре даже. Мне кажется, это не на неделю, а даже больше. Потому что тут много мяса. Вы, короче, сами все видели. Утомил меня этот шопинг. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встретимся с вами очень скоро в новых сериях. И всем пока. Я что-то вообще уже осмелела. Люди ходят, и я тут устроила показ. Поэтому нужно быстрее уходить.